15-я Сибирская венчурная ярмарка объявляется открытой. Сибирская венчурная ярмарка вновь стала стартовой площадкой для многих компаний. Она объединила представителей инновационного и инвестиционного рынков. Более 40 экспертов, среди которых венчурные фонды и бизнес-ангелы, познакомились с проектами различных направлений – биомет, IT, а также научное приборостроение. На пути к реализации своего стартапа важно найти правильный ориентир, который даст нужную поддержку для любого инноватора. Сегодня таким ориентиром является Новосибирский областной инновационный фонд. Он и продвигает такое уникальное явление, как Сибирская венчурная ярмарка. Очень большое различие в том, что когда мы стали единым окном, мы начали плотно работать с той инфраструктурой, которая есть в Новосибирской области. То есть за этот небольшой промежуток времени уже созданы и Академпарк, и Биотехнопарк. То есть много институтов поддержки, и мы проработали, заключили соглашение с ними и стали единым фронтом работать. То есть вся информация была разослана по большой базе компаний, и поэтому количество заявок было в разы больше, чем раньше. И также, что мы сразу отсекли проекты, которые на стадии идеи. То есть у нас здесь уже проекты, за которыми есть прототип, и которые можно сейчас уже применять. И те инвесторы, которые сейчас заслушивают, их риска гораздо меньше, чем просто зайти, когда у человека один патент, и за душой ничего нет. Поэтому шанс этим проектам выстрелить гораздо выше. Чтобы попасть в золотой состав участников венчурной ярмарки, одной идеи недостаточно, рассказывают в инновационном фонде. Важно наличие разработки проекта и его прототип. В этом году в конкурсе было представлено 50 проектов, половину из которых отобрали для участия в ярмарке непосредственно. Наша деятельность связана с решением природоохранных задач. То есть мы разрабатываем каталитические процессы для экологических различных применений. В первую очередь это касается воздуха. Ну понятно, что чистый воздух – это такая ценность универсальная. Это одна из базовых ценностей, и мы ее даже не замечаем, пока с воздухом что-то не случится. Вот если что-то случилось, это уже наша сфера деятельности. То есть это очистка воздуха, это экологически чистый нагрев воздуха, и даже, в принципе, можно говорить еще и технология каталитической дезинфекции воздуха. Наши разработки базируются на новом поколении катализаторов. Это вот стеклотканные катализаторы, которые разработаны в институте катализа. Вот это конкретно воздушные процессы для чистки и нагрева воздуха. И, соответственно, это действующий прототип уже. Вот это жидкотопленные, есть прототипы, работающие на газовом топливе. И они могут применяться, в общем, и для очистки воздуха различной, и для отопления, ну, например, теплиц, различных производственных помещений. Мы находимся на пути к развитию уже промышленного производства. Эта технология, она достаточно легко масштабируется, и такое производство можно создать довольно быстро. Новосибирский областной инновационный фонд сегодня является официальным региональным оператором фонда «Сколково». В интервью РБК команда раскрыла секрет, по каким критериям «Сколково» отбирает своих инноваторов. Многие компании, которые хотят стать резидентом «Сколково», подают заявки к нам. И это достаточно непростой процесс, поскольку, по сути, все заявки, которые поступают на резидентство, проходят через экспертную панель. Эта экспертная панель включает в себя более 700 ученых международного класса и технологических предпринимателей международного класса. Мы их подбираем по индексу Хирша, то есть по графику научных публикаций, по успешности этих научных публикаций в рейтинговых журналах, и они действительно глубоко изучают ту технологию, которую подает стартап. В принципе, «Сколково» ориентировано на стартапы «Диптек» – глубокие технологии с большой научной составляющей. И каждый раз эксперты оценивают несколько факторов. Первый фактор – это подтвержденная научная гипотеза, на основании которой будет строиться технология. Второй фактор – это возможность на основании этой научной идеи сделать технологию, которая будет иметь практическое применение. Третий фактор – это насколько данная технология будет востребована в рыночных условиях, потому что иногда слишком поздно, иногда слишком рано. Ну, чаще слишком рано, потому что мы идем от науки. И четвертый фактор – насколько укомплектована команда, которая способна решить как научно-технологические задачи, так и рыночные задачи, так и задачи, связанные с бизнес-управлением проекта. Вот если эти все факторы совпадают, тогда эксперты по каждому из факторов выставляют оценки, позволяющие определить, станет стартап «Сколковским резидентом» или не станет. Сегодня огромный спрос на инновации исходит от аграрного сектора. Большинство процессов происходит на основе цифровых технологий. На полях уже появляется беспилотная техника. Но во многих хозяйствах используется уже морально устаревшее оборудование. Новосибирские инноваторы нашли возможность дать этой технике вторую жизнь, переоснащая ее до уровня новых, современных аналогов. Мы, производители системы точного земледелия «Агронавигатор», размещаемся в Новосибирске. На венчурной ярмарке предоставляем проект, связанный с внедрением технологии точного земледелия, а именно дифференцированного унесения расходных материалов, семян, жидких удобрений, гранулированных удобрений, в технологию российского сельхозпроизводства. Предлагаем модернизацию эксплуатируемого, подчеркиваю, эксплуатируемого сельхозпроизводителя сельхозтехники до функционала, обеспечивающего дифференцированное внесение материалов, то есть внесение на участки поля того количества материалов, которое требуется этому участку поля по, допустим, плодородиям. Проект основан и ориентирован на модернизацию любой сельхозпроизводительной техники, функционала с точки зрения ресурсосбережения, автоматизации. И конечный итог – это повышение урожайности продукта и повышение производительности работы. На сегодняшний момент в России около 15% сельхозпроизводителей используют технологию дифференцированного внесения в своей практике. Но эта технология производится на импортной технике, которая подготовлена к такой технологии. Наша специфика и специфика нашего проекта – мы предлагаем модернизацию бывшей в употреблении техники, которая уже эксплуатируется 5-7 лет, путем установки нашего оборудования и ее модернизации дополнительных устройств до этого же функционала. То есть повышая, доведя функционал техники до существующей импортной техники, которая сейчас продается. Так правильно запатентовать проект и выйти с готовым продуктом на рынок, рассказывает Екатерина Шехтман, директор Агентства защиты интеллектуальных прав. Всем в нашем обществе понятно, что нужно для того, чтобы разработка вышла на рынок. И чтобы все начали ее покупать и были продукты, в которых она внедрена. Но почему-то далеко не у всех это получается. Почему так происходит? Потому что дьявол кроется, на самом деле, в деталях. И есть очень много нюансов в этом процессе. С одной стороны, понятно, что нужно получить патент. Но, во-первых, нужно получить не любой патент, а грамотно написанный. Соответственно, он должен действительно давать монополию определенную на российском рынке. В нужное время должен быть выведен на зарубежные рынки. Должна быть оформлена международная заявка. Потом нужно в нужный момент обратиться к иностранным патентам повереным. А здесь выясняется о том, что на самом деле изначально не были урегулированы права ни с авторами, ни с научно-исследовательским институтом, который участвовал в этой разработке. И в этот момент оказывается, что есть препятствия для коммерциализации и для внедрения, и для продажи этого продукта на американском, или на европейском, или каких-либо других рынках, которых сейчас очень много и на которые сейчас все мы хотим. Поэтому продумывать процесс коммерциализации нужно с самого начала. Продумывать его нужно очень тщательно, грамотно. И, как правило, самостоятельно это разработчики сделать не могут. Для этого нужны грамотные юристы, для этого нужны грамотные менеджеры по коммерциализации, предприниматели. Их нужно тоже выбирать. Их сейчас у нас в России на самом деле очень мало, потому что реально существует большой кадровый голод специалистов для инновационного развития. Но сейчас государство делает очень много для того, чтобы этих специалистов воспитать и для того, чтобы их взрастить. В том числе в Новосибирске у нас открываются образовательные программы. И Новосибирский государственный университет открыл магистратуру, например, по интеллектуальной собственности. Там есть магистратура по инновационному менеджменту. И Новосибирский государственный технический университет заключил тоже соглашение с Федеральным институтом промышленной собственности. Поэтому я думаю, что в ближайшее время Новосибирск будет наращивать кадры в области инноваций. И как со стороны менеджмента, то есть внедрения, и так и со стороны юридической. То есть будут появляться все больше юристов грамотных в области инновационного развития. Редактор субтитров А.Семкин